Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми последствиями при введении ограничительных мер. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизит которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен депутатом Государственной Думы Катасоновым, и это депутат от ЛДПР. Законопроектам предлагается установить ставку 0% по налогу на имущество организаций, либо физических лиц, а также по земельному налогу при возникновении определенных условий. Во-первых, необходимо, чтобы на соответствующие территории были введены ограничительные мероприятия. В данном случае речь может идти о режиме повышенной готовности, либо режиме чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо, чтобы в соответствии с данными режимами приостанавливалась деятельность лиц, которые владеют соответствующим имуществом. Ну и кроме того, необходимо, чтобы соответствующее имущество, речь может идти как о недвижимости, так и о земельных участках, чтобы это имущество использовалось в предпринимательской деятельности. В пояснительной записке к законопроекту автор указывает на то, что установление данной льготы поможет поддержать предпринимателей, ну и, кроме того, позволит высвободить денежные средства для уплаты заработной платы. Следует заметить, что на данный законопроект есть заключение правительства. Во-первых, правительство указывает на то, что налоги на имущество, а также земельный налог являются либо региональными, либо местными. Соответственно, решать вопрос о том, вводить, либо не вводить ту, либо иную льготу по данным налогам, должны либо региональные, либо местные власти. Кроме того, правительство указывает на то, что данный законопроект повлечет выпадающие доходы бюджетов, но при этом автор не указывает, за счет каких источников компенсировать данные потери. В этой связи правительство выступает против данной инициативы. Что касается перспектив предложенных поправок, то с учетом отрицательного заключения правительства, можно предположить, что также большинство Государственной Думы не одобрит данную инициативу. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...